Утверждение Форда о том, что любой автомобиль красив, когда он черный, имело смысл, когда автомобиль не был украшением жизни, при этом оставаясь слугой. Утверждение о том, что цвет автомобиля не важен, а важно его наличие, потеряло смысл для россиян с возможностью покупки иномарки. Утверждение о том, что ваш авто будет всегда привлекателен, теряет смысл после первой же мойки в напомаженном салоне ультрадорогого красавца. Но есть место, где, применяя современные и новейшие технологии, вам и вернут хорошее настроение после разочарования в хорошем и навороченном дилере и заставят по-молодецки засиять в боках кузова ПУ. А вот это уже эксперимент на фоне тех самых новых дилерских косяков. Одновременно в работе нулячий кукурузер 200 серии и овощевоз японского производства, той же марки Toyota, прибывший из Японии без пробега по России и мывшийся на тамошних мойках в течение 30 тысяч километров пробега. И то, что мылось там, и то, что мылось только что, продалось здесь. И это две большие разницы. Там все понятно. Современная химия и реальный небольшой износ. Здесь вафельное полотенце, которое есть в салоне, и покраска мятых автовозом деталей. Причем где и как и вопрос. И непонятно почему. Зная, что все клиенты автосалонов, посмотрев автостоп от друга, да мало ли от кого, прослышавшие у реально работающей технологии восстановления и защиты лакокрасочного покрытия средствами мистер Кэп, автомоечного комплекса отводят до дыр, еще не заключили договора. Ведь эти специалисты могут работать и на выезде. И понятно, почему ни у кого другого этой технологии быть и не может. Так как в поговорке, кто первым встал, того и тапки. И этот поучительный разговор мы проводили на фоне обрабатываемого в половину универсала в правом руле. Результат-то мы знали, но повторим, нет паутинки, нет царапинкам, нет следов от ногтей, нет лаковой шангрени, а есть зеркальная чистая поверхность. Мы все это проходили и не устанем напоминать. Но весна и отвратительно грязные дороги – это реальная возможность продемонстрировать защитные свойства мистер Кэпа и нанообработки стекла. Процедуры менее затратные как в финансовом, так и в трудозатратном плане. Для того, чтобы объяснить вам исследовательскую сущность программы «Автостоп» и высокую эффективность работы автоматического комплекса «Твой до дыр», мы потратили на эту процедуру ни день и ни два. Вот в тот момент, когда вы видели, сияло солнышко, машина была еще не обработана. Сейчас машина обработана в половину, но нам еще предстоит самое тяжелое испытание – испытание грязи. И только после этого вы можете сами убедиться, насколько эффективно это покрытие. Но, в принципе, мы уже неоднократно в этом убеждались. Ну что ж, факты в любом случае требуют подтверждения. И отправляясь в путешествие по грязным дорогам и не в силах не угваздав видеокамеру, мы готовы показать вам реальные изменения снаружи и понаблюдаем, как нанообработка воздействует против грязи в жидкостно-дисперсной фазе изнутри. То стекло, которое вы имеете даже на новом автомобиле, не говоря о старом, имеет трубно смываемое покрытие. После конвейера аль после моек. И, соответственно, к нему все чудо-ах, как прилипает. Суть нанообработки – это глубокая очистка, настолько глубокая, что вымывается вся грязь и смолы, и ТД, и ТП из атмосферной массы поверхности стекла. Дальше туда заливается суперскользитель и мегаотталкиватель. И если вы в туфлях попадали на оттаивший гололед, то можете понять, что чувствуют капельки грязи на такой скользкой поверхности. Они либо укрупняясь скатываются, либо высыхая сдуваются набегающим потоком воздуха. И пока я, надеюсь, доступно пояснил суть происходящего. Стекло моей стороны – усмерть, затонированное грязью несмываемой лужи. А дворниками стеклоочистителя мы не пользовались. Со стороны водительской обработанная видимость не ухудшилась. Ну а поскольку удовольствие ехать в варианте «Ежика в тумане» не из самых приятных, давайте посмотрим результат эксперимента снаружи. Бывают эксперименты чистые, бывают эксперименты от автостопа. Грязные эксперименты. Ну и мы поставили грязный эксперимент, но совесть у нас была чиста, потому что не первую машину уже обрабатывали. И вот вам, пожалуйста, специально прокатились. Между прочим, потратили яное количество бензина. Ну давайте, по сути события. Вот, пожалуйста, эта часть обработана мистер Кэпом. Эта часть не обработана мистер Кэпом. Вопросы? Опять же, элементы оптики здесь обработаны. Не обработаны, прошу прощения. Здесь обработаны. Ну как, есть разница? Давайте идем дальше. Мы специально сделали так, чтобы машина была похожа на шахматную досочку. Поэтому вот он вот. Вам вариант, пожалуйста. И опять же, чистые стекла. Это нанообработка. Ну, самый интерес и опять же, для чего берется машина-универсал. Все водители универсалов и джиповоды, соответственно, знают, что получается. Заднее стекло никогда не бывает чистым. Но, пожалуйста, нанообработка позволяет вам видеть, не работая дворником. И тоже мистер Кэп. Как вам? Идем дальше. Ну, чтобы совсем уж по кругу. И совсем, чистоты ради эксперимента. Итак, давайте в завершении поговорим о том, что действительность нам утверждает реальную пользу дела. Реальную работу защитного покрытия мистер Кэп. И реальную защиту нанообработки стекла. Так что думайте. А выводы, выводы очевидны. И они не могут не бросаться в глаза.